Ассаламу алейкум дорогие телезрители с вами программа семейный доктор и тема нашей передачи Заболевания сосудов нашего головного мозга, церебровоскулярные патологии, очень актуальные и распространенные заболевания Врачи 5-й клинической больницы города Алматы расскажут нам о диагностике, о лечении и о методах профилактики Не переключайтесь, будьте с нами, будет интересно Церебровоскулярная болезнь Церебровоскулярная болезнь – это нарушение кровообращения в головном мозге, что приводит к кислородному голоданию Следствием заболеваний выступает нарушение различных функций мозга Раньше было принято считать, что этот недуг – проблема людей пенсионного возраста Однако в последние годы церебровоскулярная болезнь все чаще поражает людей, не достигших даже 40 лет Церебровоскулярные заболевания – это большая группа заболеваний головного мозга Которые обусловлены патологией сосудов, вследствие чего происходит нарушение кровоснабжения И в зависимости от этиологии они делятся и делятся по типам То есть они бывают острые и хронические В данном случае острые – это все знают, да, это инсульты, которые приводят к инвалидизации, да, к социальной дезадаптации пациентов И, естественно, к сожалению, конечно, инсульты занимают первое место среди смертности В данном случае уже в Казахстане с 2015 года Но мы чаще встречаемся, конечно, и с хроническими заболеваниями, да Причинами хронических заболеваний являются артериальная гипертония, атеросклероз, которые могут быть в сочетании с сахарным диабетом Которые могут быть в сочетании с ишемической болезнью сердца, с нарушениями ритмов сердца То есть это, на самом деле, очень большая группа заболеваний Медицинская статистика – крайне точная вещь, и ошибки здесь – редкое явление Поэтому можно назвать проверенным, но оттого не более приятным фактом Что в последние годы количество пациентов, которым поставили диагноз «цереброваскулярная болезнь» существенно выросло Что касается сосудистых заболеваний мозга, то нужно отметить, что наше население не обращает большого внимания На такие симптомы, как головная боль, головокружение, чувство потемнения в глазах, общую усталость, плохое настроение Люди ищут оправдания в какой-то неудовлетворенности жизненной, в длительном рабочем дне, в длительном сидении за компьютером И совершенно не думают о том, что из-под войны начинается заболевание сосудов головного мозга Элементарный не может делать все те функции, которые он делал раньше Включил плиту, забыл, зашел в комнату, не может вспомнить, зачем он зашел Приходит, говорит, доктор, я не могу заснуть Это все происходит за счет того, что плохой кровоток в головном мозге за счет поврежденных сосудов Существуют факторы риска, о которых должен знать каждый из нас И если мы будем знать факторы риска, которые приводят к этому Есть, на которые мы можем воздействовать, а есть, на которые мы не можем воздействовать На которые мы можем воздействовать, это, конечно, вредные привычки Это алкоголь, это курение, это стабилизация артериального давления Это борьба с атеросклерозом, принимаем препараты, которые нужны Это борьба с гиподинамией, с избыточным весом, нормализация уровня сахара в крови А те факторы, на которые мы не можем воздействовать, это, естественно, возраст Это пол, это наследственность То есть есть, которые корригируемые и некорригируемые факторы Но хотя бы мы, наша задача, мы должны работать именно с корригируемыми факторами Поэтому пациенты, вообще все должны быть осведомлены об этом заболевании Как говорится, предупрежден, значит вооружен Если мы будем знать, к чему это может привести, мы будем более внимательны к своему здоровью Нормализовывая и приводя в чувство свой режим сна и труда Потому что недостаточность сна может привести к нарушению мозгового кровотока Ведь все мы знаем, что только во время сна восстанавливается работа головного мозга У каждого возраста есть своя норма Например, скажем, подростки должны спать 8-9 часов Ну, скажем, в среднем 8 С 20 до 30 лет, ну, примерно пусть будет 7 часов 30 и старше, от 30 до 50, они могут 6,5-7 часов Но уже за 60, за 70 лет наши пациенты, они приходят, говорят, у меня бессонница Мы у них спрашиваем, сколько часов вы спите? Они говорят, мы спим 7 часов Но для них этого уже достаточно Понимаете, у них нет бессонницы Просто время зависит от того, во сколько он ложится, во сколько и встает Самый качественный сон – это с 11 вечера до 2 ночи То есть, если вы пропускаете этот период, значит, вы хоть 10, хоть 20 часов будете спать Увы, все равно у вас не будет этого чувства удовлетворенности сном И, как бы говорится, не будет свежести Надо взять во внимание тот факт, дорогие телезрители, что есть скрининговые осмотры, которые проводятся совершенно бесплатно в поликлиниках по месту жительства Опытные и квалифицированные специалисты часто выявляют в трудоспособном возрасте у людей сахарный диабет, артериальную гипертонию То есть, те болезни, которые предполагают дальнейшем развитие сосудистых заболеваний И при недостаточном лечении все это приводит к грозным осложнениям При больших перегрузках возникают грозные осложнения, как инсульт, как инфаркт миокарда и другие сосудистые заболевания Приводящие уже непосредственно к потере трудоспособности и инвалидизации То есть, человек теряет свой социальный статус И для государства это тоже экономически накладно содержать целую армию инвалидов Значит, инсульт может закончиться, конечно, смертью пациента Одна треть, как мы уже сказали, это инвалиды Причем с грубыми порезами могут быть, которые нуждаются в посторонней помощи Это могут быть различного характера деменции, сосудистой деменции То есть, нарушение интеллектуально-мнестической деятельности Когда, опять же, пациент не может себя сам обслуживать Он не может выходить без посторонней помощи Чтобы даже элементарно покушать или одеться, ему нужна посторонняя помощь Потом еще, если же, в зависимости от того, где инсульт развивается Если боли в глубоких отделах головного мозга, подкорповой части Это может привести, опять же, к болезни Паркинсона Или к синдрому Паркинсона, говорим, сосудистой Паркинсона Чтобы не доводить свое здоровье, благосостояние до грозных осложнений Нужно вовремя пройти диагностику и узнать, все ли в порядке Ну, конечно же, прежде чем лечить, мы должны провести диагностику пациента Для этого у нас существуют лабораторные инструментальные данные В лаборатории у нас мы проверяем липидный профиль Мы проверяем холестерин, мы проверяем сахар И также у нас есть кабинет функциональной диагностики Где проводят ультразвуковое исследование сосудов головы и шеи И электроэнцефалограмму Дорогие телезрители, мы сейчас направляемся в сторону кабинета функциональной диагностики Чтобы исследовать мой головной мозг и сосуды Здравствуйте Пройдемте Ага, ну вот что из себя представляет доплексное сканирование То есть, получается, расскажите нам о механизме работы Обувь снимаете, ложитесь На спину ложитесь Недавно мы приобрели аппарат, УЗИ-аппарат экспертного класса Сейчас мы будем проводить доплексное сканирование Дуплексное сканирование – это одновременно мы смотрим сосуд И здесь мы видим доплеровскую кривую Мы лоцируем артерию То есть, вот сначала сейчас мы сосуды, да? Да, вот мы стоим сейчас в этой общей сонной артерии Вот, лоцируем здесь А сейчас мы посмотрим доплеровскую кривую Вот наш сосуд Вот это называется доплеровская кривая Одновременно, поэтому она называется дуплексное сканирование Врач проводит диагностику бассейнов шеи и внутримозговых сосудов Наиболее информативный современный метод диагностики Позволяющий оценить не только функциональные показатели кровотока Но и анатомические изменения сосуда Проходимость, состояние стенки, изгибы и другое Дуплексное сканирование используется также для исследования периферического кровообращения У вас особая патология здесь не выявлена Но рекомендуется здоровый образ жизни, спорт На этом диагностическом аппарате Можно ли исследовать детей? Или есть какие-то возрастные ограничения? Исследуем детей от рождения до преклонного возраста А здесь мы смотрим детей до года УЗИ головного мозга На сегодняшний день это является золотым стандартом Плюс дуплексное сканирование А у старших детей бывают разные патологии Иногда бывают аномалии развития позвоночной артерии Внутренние сонные артерии могут быть разные Извитости иногда приводят к патологии У подростков, например, когда к нам обращаются Юношеская гипертония, например Часто бывают аномалии сосудов почек Это тоже мы смотрим В этом аппарате мы смотрим все сосуды Сосуды шеи головного мозга Сосуды верхних и нижних конечеств В том числе и вены И смотрим брюшную аорту Ветеральные ветви И это почечная артерия тоже смотрим Дорогие телезрители, получается Если бы вы пришли к себе в поликлинику Где бы вы ни находились, где бы вы ни проживали Вас, ваш врач-невропатолог Обязательно, прежде чем назначить метод лечения Должен отправить в кабине диагностики Для того, чтобы именно врач функциональной диагностики Исследовал вас на таком аппарате И поставил точный диагноз Мы помогаем врачу Правильно поставить диагноз И дальнейшая тактика лечения, чтобы было правильно Методы лечения В первую очередь ведется борьба с факторами риска То есть если пациент уже приходит с каким-то заболеванием Цель брускулярных заболеваний Они, как правило, это вторичные поражения головного мозга Но в первую очередь должны выявить причину Если это сахарный диабет, это мы должны корректировать уровень сахара Если это артериальная гипертония, мы должны нормализовать уровень артериального давления Если это же атеросклероз сосудов То мы должны, естественно, назначать статинные препараты, которые снижают холестерин Если же это патология сердца, скажем, шимическая болезнь сердца В любом случае нужно улучшить Потому что, как вы знаете, сердце – это насос, который качает Это мотор Если у него уже работа не налажена То о какой нормальном кровотоке может идти речь? То есть мы должны устранить все факторы риска Какие бы эффективные методы лечения не существовали Нужно соблюдать правила и этику профилактики Самолечение к ничему хорошему не приводит Без назначения врача вообще нельзя заниматься самолечением Потому что пациенты должны знать, что они этим самым себе вредят То есть первое – это профилактическое, это информирование пациентов Ну, это борьба с факторами риска Борьба с вредными привычками Борьба с малоподвижным образом жизни Конечно бы, особенно для подростков То, что мы с вами касались Хотелось бы, чтобы все-таки родители уделяли время Внимание своим детям Вообще, чем они занимаются Они приходятся в школы Каждый уткнется в свой телефон Если раньше это были компьютеры, они хотя бы так сидели Получается, сейчас они сидят с планшетами и с телефонами Вынужденное положение шеи Это все ведет к ухудшению кровотока головного мозга То есть это все начинается с подросткового возраста Почему и инсульт помолодел? За счет того, что ранние патологии уже сосудов Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев Постоянно утверждает, что наша поликлиника Должна работать как профилактическое учреждение Профилактическая направленность медицины Может значительно уменьшить количество острых заболеваний Снизить инвалидизацию трудящихся И сохранить человека в работоспособном возрасте Молодым, творческим Который может сделать очень много для нашей республики Одним из важных двигателей нашего человеческого организма Является головной мозг Который выполняет не менее важную функцию, чем наше сердце И в конце нашей программы, дорогие телезрители Я присоединяюсь ко всем сказанным словам наших врачей Нужно соблюдать правила и меры профилактики Заниматься спортом И отказаться от вредных привычек Здоровый бедняк, счастливее больного короля Не забывайте Ну а с вами была программа «Семейный доктор» Берегите себя, своих близких и будьте здоровы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!